В тот момент, когда в зоне земных планет сконденсированы были только породообразующие компоненты, и кое-где, где было не слишком жарко, сохранилось тугоплавное органическое соединение, и именно эти компоненты определяли, вот 240-250 грамм, определяли плотность вещества, в том регионе, где сконденсировалась вода, плотность возросла вдвое. Вот я вам выписала, тугоплавный компонент 230, льда 200, масса других газов 112. Вот если к этим усадкам 30 прибавить 200, ну это практически вдвое возрастает плотно. За счет вот этого колоссального скачка плотности и стали образовываться каменно-ледяные тела, где потом образовался Юпитер, ну и потом Сатур. Вот увеличение, резкое увеличение плотности привело к образованию, быстрому образованию каменно-ледяных тел, из которых образовались яда, а на эти яда произошла отреация газа. Вот именно поэтому, что этот процесс так шел быстро, Юпитер, Сатур, а затем и уравнение Ту, в меньшей мере, смогли отрисировать газовую фазу, смогли образоваться за эти 10 миллионов лет. Фактически это сделала вода. Вообще вода же удивительная вещь. Вода же, ну, не только обеспечивает возникновение жизни на Земле, она обеспечивает сохранение ее. Если бы вода не обладала таким уникальным свойством, что ее плотность меньше, чем плотность, жидкой воды, то ничего бы на Земле не было. Почему? Лед бы тонул. Правильно. Океан бы замерзли. Конечно. Лед бы тонул, и океан за несколько циклов превратился бы просто в один сплошной воздух. Никакой в жизни не было. Поэтому в рекорде этой жидкости, этой жидкости, ну, если это достаточно глубины. И мы с вами благодаря этому существуем на Земле. Так. Ну вот. Теперь вы, ну, примерно, вам понятно, какое соотношение? И так велика была вот масса льдов по отношению к породообразующим компонентам. И при том, что этой пыли всего-то было 2%, а все остальное, как вы понимаете, было водород и гель, роль была полосальной. Поэтому все и могло так образоваться. Так. И какой вывод можно сделать? Вот здесь я вам написала. что, если, вот, если сложить массу льда, воды и массу льги газа, получаем 312 грамм на 230 грамм этого самого заплатного компонента в общем, то получается, что масса льдов вообще больше, чем масса породообразующих компонентов плюс вот этой органики. Масса льдов выше, но другое дело, что попав в диск, газы испаряются, а переходят в газовую фазу. А вода не всегда. Вода, температура, ее конденсация или испарение в условии льдиска порядка 140-150 грамм, а следующая по очереди идет, ну, скажем, СО2, а там 90. Вот этот большой разрыв обеспечивает тот факт, что все газы, все льды переходят в газовую фазу в основном, а вода может испаряться, может нет. Об этом мы будем говорить тогда, когда мы будем говорить о кометах в основном. Но в зоне образования земных планет, безусловно, и вода была переисполена, и, конечно, все газы были испарены. Но если образуются каменные ледяные тела, в которые помимо тугоплатки вот этой компоненты должен войти и лед, то мы можем вот на основании такой оценки говорить, что соотношение между вот этими двумя фазами будет примерно одинаковым. То есть на 50% силикатного порода тугоплатки компонента будет приходиться в массе те же 50% воды, но не больше. Вы не можете образовать тело, в котором бы силикатный компонент составлял 40-30%, а лед составлял бы 70%. Нет такого механизма дифференциации, который бы смог разделить воду и силикаты в пользу льда воды. Вы можете не дополучить этот лед воды. Ну, в силу того, что в начале аккумуляции этого тела температура была несколько выше, чем 150 градусов, и лед воды находился. Вода находилась в безобразном состоянии. Но вот как бы соотношение один к одному – это предельное значение. Больше лед быть не может. За исключением одного случая. А случай-то такой. Если камень в ее тело образовалась и очень высоко дифференцировал, то силикатная компонента могла рассесть. Гравитационное разделение произошло. Могло образоваться преимущественно силикатное ядро и водяная мантия. Потом вода это застыла, и получился лед. Мы потом с вами посмотрим на кольцах саконных примеров. То есть есть вот такие примеры, но это уже продеференцированное тело внутри. А если изначально вы для каких-то своих научных целей берете начальный состав, вы не можете взять массу круглоплатных компонентов больше, чем массы дарных. Потому что такого просто не может быть, потому что не может быть никогда. Даже если вы начнете варьировать вот эти вот… У нас было с вами два допущения, вот эти допущения, первое и второе. Даже если вы в разумных пределах будете его варьировать, вы больше 50% вложения получите. Да, пожалуйста. Это правило не действует для комеда, да? Что это? Для комеда это правило не действует. Потому что это 70% вложения. Чего на 70%? Вот это. Ну нет, это совсем не так. Откуда он взял 70%? Это совсем не так, там на 50% принимает. Нет, 50%. Ну, 70% там, ну, полискость. 70% вложения. Вот это единственная цифра, которая на умеет. Полискость можно считать. Там очень высокая полискость. А нет, нет. К комедам это в полной мере относится. Потому что комеды как раз образовались там, где практически был неиспарившийся лёд воды, но и неиспарившийся газы. Самые тугоплательные. Ну и, конечно, вся цифра, я так понимаю. Ну, комеды очень интересные. Мы с вами об этом говорим. Так. Это мы отвлеклись на... Ну, я считала, что это совершенно необходимо, чтобы вам, ну, как бы вы на всё то, что я говорю, подходили вот как бы с количественной точки зрения. И понимать об общем. Значит, мы с вами у нас... Так. Где мы были? Так. Значит, мы с вами сказали, что... Из анализа метеоритного вещества, как вы помните, анализ метеоритного вещества, который был сопоставлен с модельными результатами конденсации газа солнечной системы, и это был совершеннейшим правильным, который был совершён в самом начале 70-х годов. Это сложились три обстоятельства. Это были получены прекрасные данные по минералам. И нарисована схема образования этих минералов в кометном метеоритном вещества, не дифференцированных в гуглистах анализа разных типов. И обыкновенных анализа, кстати сказать, тоже. Это было первое. Второе. Появились термономические данные высокотемпературные для тех минеральных фаз, из которых эти гаммиты состояли. Это второй совершенно обязательный фактор. То есть термохимики получили не только сандартное значение теплоём, экспериментарь, пионичный, получили уравнение, которое позволяет экстраполировать термономические данные на более высокие температуры. Это был тоже огромный результат. И третье. Это появилась вычислительная техника, которая, вкупе с вычислительной математикой, позволила описывать эти системы количественно и решать эти системы численно, получая цифры. И вот эта цифра, которая была получена, показала, что там у меня был график, это в первой лекции, посмотрите ещё раз. Был график, который показывает, что вот это образование фаз, основные фаз проходили именно в том порядке, в котором это наблюдалось в конкретном объекте. То есть на основании фактических космохимических данных был получен вот этот фантастически важный вывод о том, что оголосолнечный диск был горячим, потому что до этого, как вы помните, многие полагали, что он был холодным. И вообще там газовоготового много. И данные по самым тугоплатным компонентам, которые, как вы помните, называются КАИ, кальция алюминиевых лужиц. Первая аппаратура КАИ. ЦАА. Говорят о том, что в диске максимальная температура могла достигать 2000 кельвинов. КАИ. Это достаточно узкая область, расположенная непосредством рядом с Солнцем. КАИ. 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 КАИ.